Друзья, всем привет, и сегодня у нас необычно праздничное настроение. Во-первых, уже скоро Новый Год, а во-вторых, сегодня весь выпуск будет у нас праздничный. Мы с вами переносимся в самый веселый, самый праздничный, самый необычный город России. Ну, начнем вот с небольшого видео, посмотрим, как жители этого города что-то празднуют. Субтитры сделал DimaTorzok У нас праздник, праздник в этот город, в этот прекрасный город приходит буквально через день. Через день, и я сейчас смотрю Facebook мэра этого города, потому что там буквально через день какие-то праздничные видео. Вот еще. Я уеду с Куликова, и у вас в Балкинских бюнах будет личный баталас. И у вас в Балкинских бюнах будет личный баталас. Балкинских бюнах будет личный баталас. Девушкам посвящается. Девушкам посвящается. И признайся мне, звезти в тебе печально. Боже, потрясающе. Друзья, в общем, вы поняли, что не дня без праздников. В городе постоянно что-то празднуют. Я не знаю, был ли из вас кто-то в Советске, знаете ли вы вообще о существовании этого города. Но я вам немножечко расскажу, что такое Советск. Вообще, не глядя на карту, если вы не знаете, представьте, где может находиться Советск. Ну, наверное, где-то в полях, в лесах, где-то в средней полосе России, в какой-нибудь области, провинциальный, небольшой городок. Ну, тем более, с таким названием. На самом деле нет, я удивлю вас, но Советск это один из самых красивых городов России. И находится он в Калининградской области, на границе с Литвой. И это город, который раньше назывался Тильзит. Нам он известен по Тильзитскому сыру и Тильзитскому миру. Был такой прекрасный город, который после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, он отошел к нам и в 1946 году Тильзит переименовали в Советск. Видимо, чтобы уж с таким названием в городе не должно было произойти ничего хорошего. И когда вы в этот город попадаете, если мы сейчас отбросим политическую и идеологическую составляющую, когда в этот город попадаете, вы понимаете, что действительно в Советске, после того, как он стал частью Советского Союза, потом частью России, не происходило вообще ничего. То есть все здания, которые там стояли, они находятся в ужасном состоянии. При этом, еще раз говорю, город невероятной красоты. В отличие от того же Калининграда и в отличие от многих других городов Калининградской области, где довольно необычная для нашей страны прусская архитектура представлена. Советск, бывший Тильзит, он сохранился. Он сохранился, он не был уничтожен бомбежкой, в отличие от того же Калининграда, который был там на 90% снесен. А Советск он сохранился и там огромные кварталы, целые кварталы, весь исторический центр этой вот старой такой застройки. Невероятной красоты здания, которым позавидуют Петербург и Москва. Красивые улочки, потрясающее место он стоит на реке. Все хорошо, все хорошо, кроме того, что в этом городе ничего не происходило, ничего не делалось со времен того, как война закончилась. И сегодня можно идти по Советскому, идти по старым немецким тротуарам. То есть ты идешь и реально мощение еще немецкое, он там уже конечно все так немножко повело, там корни деревьев часто вырывают эту плитку. Но ты идешь и видишь, что это действительно это вот плиточка, брусчаточка, такую какую мы сейчас видим в Берлине и в других городах. Потому что это вот прямо традиционное немецкое мощение. Можно видеть там старые фонари, где-то остатки, какие-то старые ограды. В общем то, что сохранилось, оно сохранилось. Зато нового увидеть там не очень получается. Я про Советск делал репортажи. Первое, что встречает человека, который перешел литовско-российскую границу, это знак, что опасная зона. И огромная дыра в набережной, прямо рядом. Так выглядит типичный подъезд города Советска. Таких мы увидим еще десятки. Вот в этом доме когда-то жил Александр I, и об этом свидетельствует табличка. Табличка есть, а ремонта нет. Блин, ну металлическую дверь они вставили в историческое здание? Самое главное, чтобы людям показать. Конечно. Я плохо вижу, а туалетная плитка, они цоколя плицовали? Это жилой подъезд? Да, это все жилые дома, здесь живут люди, кроме первых этажей. Напомню, что это двор администрации. Чего? Это двор администрации? Это то самое здание, в которое мы заходили час назад. Мы сейчас заходим в район, который меньше пострадал от войны. Здесь больше зданий немецких, но он также славится тем, что он просто дико убит. Картины, радужных картин здесь не будет совсем. Это ваш мэр забосстановился. Да. О, вот наш воищик, которого называют ворища. Во-первых, естественно, здесь не должно быть света. Тут лампочки нет. Тут лампочка есть? А, есть. Слушай, там гнездо. Короче, на лампочке гнездо птиц. И она как по таким слоям говна, что если... Лампочка вдруг зажжется, птица зажарится. Это здание бывшего гестапо. Сейчас оно выглядит очень соответствующе своему образу. Здесь находилась центральная площадь рыночная. Сейчас здесь стоят вертолеты. БМП. Правильно? Бурак? Ну да. С кем он связывается? Это что? Это ловушки для диверсантов из НАТО. Он сначала испугается этих танков. То есть он уже будет в стрессе. В стрессе побежит, да? Да, он побежит, а здесь ловушка. Из такого поликарбоната дешевого крыша и металлические листы и лужа. В общем, все что нужно для автобусной остановки. Ваше внимание. То же самое. Только вместо пассажиров, ожидающих автобус, стоят мусорные баки. А так один в один. Сегодня Советск с Литвой соединяет мост королевы Луизы. Река называется Неман. И первое, что человек видит, когда в Советск по этому мосту. Мост действительно очень красивый, с такими воротами ажурными. И когда вы попадаете в Советск, первое, что вы увидите, это разрушенную набережную. При этом набережная не просто разрушена. Там прямо написана опасная зона, причал в аварийном состоянии, проход запрещен. И там действительно провалы, все разрушено, но вроде бы сказали, что набережную собираются сделать. Я не знаю на самом деле, что они собираются там делать. Проекты вроде бы даже где-то выложили, но я проекта не видел. В городе, несмотря на огромное количество исторического наследия, все это наследие находится просто в ужасном состоянии. Там более-менее привели в порядок на главную улицу, улица Победы. Местные жители тебе всегда на эту улицу ведут, ее показывают и говорят, ну смотри, как у нас здесь хорошо. Здесь мы навели порядок, хотя порядок в понимании местных жителей, это просто покрасить старые здания. Не отреставрировать, не отремонтировать, а просто их покрасить, ставить какие-то ужасные пластиковые окна, ужасные металлические двери. Это порядок, ну хорошо, спасибо, что не снесли. Хотя даже на главной улице есть здания, которые разрушаются, которые заброшены, на которые просто жалко смотреть. Примечательно здание городской администрации. Прямо напротив здания городской администрации находится огромный плакат. Называется «Любимый совет», где показаны лучшие виды города. А прямо перед этим плакатом символично расположилась огромная лужа и разрушенные дороги. Есть такая шутка в советске, поскольку он раньше назывался Тильзит и знаменитый сыр отсюда, что дырки и ямы в дорогах, они как раз напоминают дырки в знаменитом сыре. Но самое интересное, это если зайти с другой стороны здания администрации и посмотреть на задний фасад. Вот задний фасад, это как раз реальное состояние города. Весь разрушен, штукатурка отваливается, виден там какой-то кирпич, лепнина отваливается, везде стоят разные пластиковые окна. Город, до которого просто никому нету дела, никто не ценит ту красоту, которая досталась. Хотя это мог быть такой туристический центр. Люди бы со всей Европы приезжали, как приезжают в другие городки. Там был бы развит туризм, там приятно было бы находиться. А сейчас советск никто не знает. Тут в России спрашиваешь, вы знаете, советск, советск, никто не знает. Хотя это, еще раз повторяю, самый красивый, один из самых красивых городов в России на сегодняшний момент. То есть те, где я был. Но вернемся к празднику. У нас же сегодня выпуск позитивный. У нас сегодня праздник, скоро Новый год. Недаром у меня есть новогодний колпачок. Праздник. Что же случилось? Как вы думаете? Что случилось в Советске? Почему дети пляшут? Почему по всему городу музыканты? Что случилось в Советске? В Советске большой праздник. В Советске дети сплясали с Дедом Морозом на открытии чего? Наверное, детского парка. Или, наверное, парк аттракционного нового дворца спорта. Может быть, я не знаю, какой-то детский городок или классную детскую площадку им построили. Где могут плясать вот эти вот дети, которых приветствуют Дед Мороз и Снегурочка? Нет! В Советске открыли парковку. Ну, это не шутка. Вот действительно новости, что в Советске открыли парковку. Открытие парковки отмечали танцевальным флешмобом. Ну, наконец-то, наконец-то в Советске появилась парковка. Она появилась в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды. Вот. Для тех, кто не знает, у нас партия Единая Россия запустила такую программу. Называется формирование современной. И там есть два названия современной. Иногда встречается комфортной городской среды. По этой программе по всей России выделяются деньги. Деньги выделяются из федерального бюджета. И делаются дворы. Кладется кое-где асфальт. Делается какое-то благоустройство. И каждый раз это заканчивается праздником. Потому что программа это делается не для того, чтобы в России появилась комфортная и современная городская среда. Это было бы слишком просто. Программа это делается для того, чтобы у мэров, у губернаторов, у партии Единая Россия была возможность устроить праздник и попиариться. Поплясать с флажками Единой России. Я в своем блоге много про это писал. Вы, наверное, неоднократно видели, как на какой-нибудь убогой детской площадке по уши в грязи стоят дети, какие-то аниматоры, клоуны. Главное поставить флаги Единой России. Музыка, танцы, телевидение. Все снимают. И тут такой довольный мэр все это открывает. И в Советске это все тоже повторяется. Советский не стал исключением, но в Советский масштаб праздника он перешел все границы. Потому что, во-первых, под комфортной современной городской средой они почему-то понимают, парковки и уложенный асфальт. То есть они реально не делают ни хрена, кроме того, как кладут асфальт, делают парковку и устраивают праздник. Вот, собственно, дети требовали парковку. Они прямо так и пишут, что торжественное открытие автомобильной парковки пресс-служба регионального правительства сообщает о целом праздничном шествии с участием костюмированных новогодних персонажей, которые организовали советчане. Колонна двигалась от открытого в середине декабря фонтанного комплекса на территории парка с главной городской елки, которую спилили в детском саду. Сейчас я про елку еще расскажу. Я же говорю, что Советск это удивительный город. Это город-праздник. Они реально спилили елку в детском саду и с гордостью этого преподнесли. То, что это достижение мэрии. Ах, какой ад у них творится. Посмотрим, что пишет мэр. Сегодня в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды состоялось торжественное открытие автомобильной парковки. Финансирование данного объекта осуществлялось из трех источников федерального, областного и местного бюджета и составило около двух миллионов рублей. Детский флешмоб, выставка ретроавтомобилей и просто хорошее настроение. Все это создало теплую дружескую атмосферу праздника. Ну и конечно, если послушать речи, то выяснится, что это дети, это дети попросили парковку. Попросили парковку, поэтому что могла сделать мэрия? Мэрия могла заасфальтировать кусок какого-то газона непонятного и сделать там парковку. При этом, если посмотреть на фотографии, то хорошо видно, что кроме укладки асфальта ничего не произошло. Вокруг как была грязь, так эта грязь и осталась. Я не знаю почему парковку, которая видимо нужна была директору лицея, они называют комфортной городской средой. Ну вот видимо в понимании мэрии Советска сделать парковку для директора лицея это комфортная городская среда. Там до сих пор большинство улиц это брусчатка, это уложенная немцами плитка на улицах. Асфальт там редко где есть, особенно его нет во дворах. Поэтому просто положить асфальт это уже праздник. И это повод, чтобы жители собрались и поплясали среди машин, чтобы дети поводили хоровод на парковке. Потрясающий праздник. Ну и что закончить? Закончить наверное нужно на елке. С елкой произошла забавная история. Как вы знаете в каждом городе к новому году должна быть красивая елочка. Что делают обычно? Обычно идут в лесничество и покупают в лесничестве в ближайшем большую красивую елку. Платят денежки, везут елочку в город и ее устанавливают. Но что сделала мэрия Советска? Мэрия Советска взяла и решила сэкономить. Зачем платить лесничеству? Зачем елку откуда-то везти? Давайте, подумали они, спилив елку в детском садике. И они пришли в ближайший детский садик, спилили у них с территории елку и перевезли ее на центральную площадь. Вот так и пишут. В советскую установили главную елку города, спилив его у детского сада. Порубочный билет, судя по фотографиям, подписал сам Дед Мороз. Я не удивлюсь, если Дед Мороз это переодетый мэр города. Газета Комсомольская правда пишет. Из Советска снова пришла странная новость. Центр культуры и досуга установили главную елку, которую ранее спилили у детского сада. Об этом, конечно же, в своем фейсбуке сообщил мэр Советска Николай Воищев. Или Воищев, не важно. В общем, там мэр офигенный чувак, он там в бане голый где-то сидел. Он сам себе продал какое-то количество земли. Его постоянно обвиняют в коррупции. Это отдельная история. Я сейчас не хочу касаться личности мэра. Он еще тоже тот праздничный персонаж. Но то, что елку они срубили, я такого нигде не видел. Что пишет мэр? Городской бюджет Советска не тратил средства на ее установку. Елку взяли с территории одного из детских садов города, где она приносила опасность. Ну конечно, она приносила опасность. А тут раз, спилили и никакой опасности нет. Вот теперь она нарядная, будет радовать горожан в новогодние праздники. Ну, судя по всему, елка действительно большая и красивая. Жители, наверное, рады. Заканчивая эту праздничную историю новогоднюю. Это новогодняя сказка из Советска. Можно прочитать еще одну новость. Еще одна новость. Тысячи довольных благоустройством жителей Советска вышли на костюмированное шествие. Всего в параде было задействовано более тысячи человек со всего региона. В общем, все завершилось большим праздником. Жители действительно, наверное, рады, что теперь у них появилась парковка. Что у них заасфальтировали несколько дворов. И то, что опасную елку из детского садика срубили, поставили на центральной площади. В общем, как я и говорил, Советск это город перманентного праздника. Можно только позавидовать жителям, которые так весело живут. А на самом деле ничего хорошего нет. Грустно, что под видом благоустройства, под видом комфортной современной городской среды нам пытаются продать какие-то элементарные вещи, которые и так должны быть. Я надеюсь, в следующем году еще где-нибудь положат асфальт. Может быть заделают лужу напротив городской администрации. Главное, чтобы здания, которые сейчас разрушаются по всему городу, которые сносятся, до которых никому нет дела. Чтобы они в этом бесконечном празднике уцелели и дожили до тех времен, когда кто-то займется городом. Когда кто-то город приведет в нормальное состояние. Они будут устраивать эту бесконечную клоунаду. Непонятно зачем, когда город в таком состоянии. А тут, видите, вечный карнавал, вечный праздник по поводу заасфальтированных газонов. С наступающим вас Новым годом! Берегите елки в своих детских садах. Ставьте лайк, присылайте региональные новости. Будем обсуждать. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok